Сенат празднует 25-летие. Крупный отечественный производитель замков с производством, расположенным в Новосибирске, в центральной части России получил невысокое распространение в силу ряда факторов. Зато за Уралом и в Сибири встречается чаще. Несмотря на это, Сенат имеет в своём ассортименте около трёх десятков различных моделей замков. Накладные преимущественно являются копиями популярных замков других производителей, но помимо них есть замки с помповым механизмом и даже врезная копия итальянского замка со сменной Nuclei. Откровенно расстраивает наполнение и оформление сайта производителя, но тем не менее, Сенат известен нам давно, поэтому мы непременно желаем ему трудовых успехов. В июле этого года прошла премьеры фильма «Побег из Притории» с Гарри Поттером в главные роли. Ну и если закрытый кинотеатр и домашнюю самоизоляцию, вообще можно связать как-то с премьерой. Ключник снимал обзор фильма в трёх частях, но по технической причине нелепой случайности файлы двух отснятых частей оказались потеряны. Настрой переснимать пропал, но не рекомендовать не могу. По сюжету фильма инженера сажают в тюрьму, и он ставит своей задачей отсюда сбежать. В результате за несколько лет ситки вручную и по памяти изготавливают 39 ключей от всех замков, которые стоят на его пути. Фильм дешёвый, но снят очень качественно, в том числе и с технической точки зрения. Сюжет разворачивается практически в пяти комнатах, но нервничать и сопереживать приходится на протяжении всего фильма. В общем, для просмотра на новогодних каникулах любителям замков и их вскрытия рекомендую. Вслед за двумя другими замочными гигантами Бордер тоже пополнил витрину Леруа Мерлен своей продукцией. Крупнейший европейский DIY ритейлер провёл аугит завода в Рязани и определил, что стандарты качества предприятий Бордер, технологические процессы и культура производства соответствуют международным нормам, а значит продукция имеет право появиться на прилавках Леруа. Таким образом, теперь практически любую скобянку можно купить в известных строительных гипермаркетах. Несмотря на то, что замочная продукция в Леруа Мерлен дороже, чем у подавляющего большинства специализированных замочных магазинов, большое количество точек продаж по стране и огромная посещаемость сделают своё дело. Продукция отечественных замочников не только продаётся в известной сети гипермаркетов, но и приводит к дефициту товара у некоторых производителей, что выливается в отсутствие популярных позиций у других, более мелких продавцов. Одновременно с этим Бордер похвастывался тем, что выпустил с своего производства более 60 миллионов замков. Правда, новость от 2018 года. Наикруглейшая цифра была отмечена выпуском юбилейного лимитированного замка из золота. Правда, по фотографии золотой замок выглядит как позолоченный. Ждём результатов краш-теста. На российском рынке появились межкомнатные замки AGB Touch. Крупнейший мировой производитель межкомнатных замков и защёлок, итальянский AGB, постоянно разрабатывает что-то новое и балует своих покупателей всё более удобной современной продукцией. AGB Touch представляет собой корпус с мощными магнитами с торца. Для закрывания и открывания двери с такой защёлкой уже не требуется что-либо поворачивать и нажимать, только толкать и тянуть. Дверь фиксируется за счёт магнитных сил. Правда, у автора этого канала возникают сомнения в удобстве работы с таким устройством. Для удержания такого рычага в проёме потребуется приличное усилие, которое, возможно, будет тяжело преодолеть, например, детям. Это подтверждается и на видео от украинских коллег. Европейской продукции, к которым, как обычно, попадает раньше, чем к нам. Всё, магнитик закрыл всё это дело. Открывать, ну вот одной рукой открыть это сложно. Потому что образец двигается. Ничего никто не нажимает. Удобно? Будем надеяться, что сомнения беспочвенны и этот момент итальянский производитель проработал. Розничная стоимость AGBTouch на данный момент составляет около 100 долларов за комплект с ответкой. Крит идёт ко дну. Комплектующие из Китая, такими оснащены некоторые модели замков отечественного производителя, затонули при перевозке. В результате запатентованная модель замка Крит А8, которую Ключник обозревал в одном из своих видеоматериалов, пропала у производителя около двух месяцев назад. В этот период наблюдаем ажиотажный спрос на эту модель. В Москве А8 пропал около месяца назад, а на данный момент склады по ней выгребли даже в Белоруссии. Честно говоря, неожиданно удивлён популярностью, казалось бы, весьма специфичной, но нужно признать удобной модели замка. Сборку и поставку теперь обещают восстановить к середине января. А пока всем тем, кто остро нуждается в замене Крит А8, в аналогичных посадочных размерах можно поставить любой цилиндровый Крит из серии Ассистент. Например, Крит А3. Ищем по ссылке в магазине доктора. Правда, А3 не имеет функции закрывания двери простым подъёмом ручки наверх, но на безрыбье и рак рыба. Мои извинения за сравнительную аналогию. К слову говоря, дефицит некоторой замочной продукции наблюдается не только у отечественных производителей, кто использует китайские комплектующие внутри своих замков. Не только у поставщиков китайской продукции, реализующей её в нашей стране под своими брендами. Но и у известных брендов, производство которых полностью локализовано внутри страны. Связано это и с антиковидными мерами, которым производители вынуждены следовать, и с общим подъёмом заболеваемости ОРВИ, и с обязательствами перед крупными ритейлерами типа Леруа Мерлен и все инструменты, которые вытягивают у производителя объёмы, оставляя мелким игрокам рынка остатки, либо вовсе ничего. В ближайшие два месяца ожидается нарастание дефицита некоторой продукции. Ну ладно, хоть с маслом и сахаром разобрались. Продукции эфа в России стало чуть больше. Во-первых, ассортимент расширился кулачковыми замками или так называемыми камлоками на базе механизмов EPS и 3KS. Можно купить отдельно и на зависть соседям закрыть свой почтовый ящик вот такой штукой за 150 баксов. Но интерес здесь в первую очередь вызывает возможность собрать мастер-систему, где один ключ будет открывать, например, цилиндр входной двери, навесной замок и камлок. Во-вторых, для любителей электронного набалдажника Доналок, требующего цилиндра со штоком особой формы, появился модуль эфа Доналок. Теперь стало возможным легко объединить любой цилиндр эфа с Доналоком. В-третьих, на ключи EPS завезли пластиковые разноцветные колпачки, позволяющие обозначить и выделить конкретную связку ключей. Колпачок делает ключ EPS более удобным, но сокращает длину шейки ключа с 14 до 8 мм. Будьте аккуратны при выборе. Всё вышеобозначенное поступило на склад Дверной Доктор и доступно для заказа в интернет-магазине. Ссылки в описании под видеоматериалом. А на этом замоченные дверные новости ноября подошли к концу. Есть что рассказать о своей компании и продукции, присылая на newsdd.собакамейл.ру. Представителей компании, прошу присылать туда же фотографии своих новогодних календариков. Прорекламируем марки, устроим сравнительный показ. На мой взгляд, приятнейшие занятия в преддверии большого праздника. Мира и достатка вашего дома, друзья. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok